Лифт только что прибыл. Это люди, высокоразумные индивиды, объединившиеся в единый могучий разум, не знающий никаких преград. Именно благодаря этому устройству вы сможете отдавать роботам мысленные команды, изучать науки за феноменально короткое время, иметь доступ ко всем знаниям человечества и, конечно же, приумножать их собственными открытиями. Больше не нужны пульты управления, громоздкое оборудование связи, магнитофоны, бумажные, электронные записные книжки и прочее. Мысль заметит вам все это и многое другое. Ваши возможности станут поистине безграничными. Вот это размах! Наука — это сила. Уважаю шефа за его способность смотреть свысока на непреодолимые препятствия. Для науки не существует непреодолимых препятствий. Получите код активации автомобиля, товарищ майор. Код принят. Автомобиль ожидает вас внизу. Не задерживайтесь, у вас мало времени. Мы можем вернуться тем же лифтом, на котором поднялись сюда. Сеченов на связи. Прости, сынок, не смог повидаться с тобой лично. Эти репортеры совсем меня одолели. Ну, что скажешь о Челомее? Вы отстроили себе отличный город будущего, шеф. Во всем Советском Союзе такого не найти. Я отстроил его не для себя, а для людей. Человечество стоит на пороге великих открытий. Однажды мы отправимся еще выше. К звездам. Такие воздушные замки перестанут быть просто мечтой. Они будут повсюду и станут отправной точкой в далекие уголки Вселенной. Я лишь помогаю человеку увидеть свое величие. Вы мечтатель, Дмитрий Сергеевич. Фантазии и наука идут рука об руку. Большинство современных изобретений были давно описаны в книжках научной фантастики. Летающие аппараты, космические путешествия, даже роботы. Вы что же, взяли свои идеи из фантастических книжек? Из стремлений и мечтаний. Даний, П-3. Человек рожден, чтобы мечтать и созидать великое. Но, к сожалению, в мире есть и те, кто стремится разрушить мечты. И тогда на сцену выходят такие люди, как ты, Сергей, чтобы защитить человечество в его предназначении. Нужно кого-то устранить, шеф? Как спокойно ты об этом говоришь. Надеюсь, до этого не дойдет. Но обо всем по порядку. Сначала тебе нужно значительно улучшить перчатку. Ты отправишься в лабораторию, где тебя встретит робот Терешкова и проведет в комплекс Вавилов. Это понятно? Так точно, Дмитрий Сергеевич. Сажусь в машину. Субтитры сделал DimaTorzok Пожалуйста, пристегните ремни безопасности. Мы желаем вам приятного полета. Так, ну радио-то здесь должно быть. Весь Советский Союз ликует в связи с обновлением коллектива 2.0. Парады прошли во всех крупных городах. Да, 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 я только что оттуда, не надо. Власти Америки обеспокоены ростом уровня безработицы на фоне очередных гуманитарных поставок роботизированной рабочей силой. Мы заготовили достаточное количество устройств мысль. Дефицита быть не может. Успокоил граждан города Озерск, председатель горосполкома товарищ... Можно уже просто музыку. Другое дело. Я вижу в интерконец, просто соисполили вылететь на задание. Не прошло и часа. Заргут. Я воль, майнфюрер. Что вы сказали? Я говорю связь, Шалид. Но спасибо, Герштухаузен. Все инструкции академик Сеченов мне уже выдал. Вам не кажется, что это было уже слишком? Не кажется. Даже не знаю, почему ваш ответ меня совсем не удивил. Наверное, потому что я не уважаю шестерок и пархиндеев. Скажите, не сочтете за труд? А вы вообще хоть кого-нибудь уважаете? Уважаю, конечно. Дмитрий Сергеевич, например. Он меня на операционном столе спас. А вот всем остальным еще надо заслужить мое уважение. Ты мне лучше вот что скажи. Какого хрена мы летим на привязанной к роботу-колымаге? Что, нельзя было вызвать с базы реактивный самолет? Перемещение на автомобилях турбина – это дань традиции. В память о том времени, когда предприятие 3826 только зарождалось. И мы ездили на этих машинах в наш первый научный комплекс. Ну ладно, допустим. А почему вашу традиционную колымагу тащит робот, который носит название «Шмель», но на самом деле похож на летающую свинью? На летающую свинью? Вы где-то видели летающих семей? А вам коровы случайно не встречались летающие? Вон те, что ли, на кондоре? Я вижу, там какой-то гений вроде тебя забыл установить забор. Ну так они сейчас и полетят вниз. Товарищ майор, с учетом ваших вопросов у меня возникло предложение. Давайте так. Вы будете действовать, а думать буду я. Да пошел ты. Заткнись. Лучше дай послушать. О чем вы собрались слушать? Что вы тут не видели за столько лет? Я тут никогда не был. Не мешай. Кто тут ни разу не был? Вы? Я твою мать. Ты видишь здесь кого-то еще? Понимаю. Извините. Миллионы, 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 миллионы алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто любил, кто любил, кто любил, кто любил. Серьезно. Вас приветствует аудиогид предприятие 3826. Скоро мы прибудем в точку назначения. Расчетное время прибытия 1147. Температура за бортом плюс 26 градусов Цельсия. Легкий битер. Перед вами мост «Союз Гранит», проходящий над озером Лазурь и соединяющий два важных полигона предприятия ВДНХ и Сахалин. При помощи железнодорожного сообщения, основанного на принципах магнитной левитации. Магнит. Передовой технологии конструкторского бюро «Челомий». Личной разработки профессора Лебеденского. Сейчас вы можете наблюдать работу автоматической фабрики по сборке роботов и сортировке комплектующих для нужд комплексов предприятий. Такие фабрики могут самостоятельно регулировать и выполнять до 100 заказов в час. Управляемая удаленным узлом нейросети. Коллектив 1.0. Продолжение следует...